День российской печати Иногда люди думали, что взяв в руки сотовый телефон, журналистом сможет стать каждый. Сложный 2022 год, санкции, информационная война против России и специальная военная операция вывели российскую журналистику на новую высоту, доказав, что никто и никогда не сможет заменить яркого, честного, оперативного и профессионального слова настоящего журналиста. Образцом высокого профессионализма по праву считается ГТРК «Волга». Многие годы телеканал первым информирует жителей обо всех важных событиях. В 2023 году мы отметим 80-летие со дня начала областного радиовещания в Ульяновской области. Региональный телеканал «Репортер-73» вещает в кабеле и эфирном мультиплексе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с охватом всей Ульяновской области. Репортер в эфире 15 лет рассказывает то, о чем важно знать первыми. Успешно развивается городской телеканал «Улправда-ТВ». Ключевые события города и области – прямые трансляции и авторские проекты. Все это на 22-й кнопке в кабельных сетях. 2022 год стал юбилейным для газеты «Ульяновская правда». Издание отметило 105 лет со дня выхода первого номера. Старейшее издание области дало импульс развитию целого холдинга издательского дома «Ульяновская правда», в котором сегодня есть и своя телевизионная служба, развиваются новые медиа, свой сайт «Управда». Есть свои авторские программы. Это и «Усимбирская кругосветка», это и детская программа «200». Дни специальной военной операции показали, какое высокое значение сегодня имеет профессиональная журналистика. Я принимал участие в командировке в зону специальной военной операции вместе с моим коллегой Евгением Луковкиным. Мы работали в Донецке, в Волновахе, своими глазами видели ситуацию на теперь уже присоединенных территориях. Я надеюсь, что наши материалы, репортажи позволили людям лучше понять, за что и почему сражаются наши воины. В 2022 году областная спортивная газета «Чемпион» издательского дома «Ульяновская правда» отметила 25-летие. В юбилейный год газета вышла в финал национальной премии «Спортивный парнас». Мы с первой попытки стали призерами, вошли в тройку лучших в стране спортивных СМИ России. Ездили в Москву и как финалисты были награждены отмеченным Министерством спорта Российской Федерации. Одна из главных задач журналистики во все времена – помощь людям. Лучшая награда журналисту – благодарность зрителей и читателей, чьи проблемы удалось решить вместе. Я получаю обратную связь, когда у них получаются, когда они выздоравливают, когда они завоевывают награды. И такое ощущение, что я тоже вместе с ними причастна к их успехам. И, наверное, это подпитывает меня работать дальше. В 2023 году старейший новостной сайт Ульяновской области «Улпресса» отметит 20-летие. Минувший год стал для сетевого издания переломным. Но первая электронная библиотека СМИ региона «Живет и развивается» продолжает дело своего основателя и идеолога Дмитрия Ежова. Вот это событие, оно, конечно, перевернуло, мягко говоря, все. И слова-то тут особо даже не подберешь. Но что хочется сказать, как бы, Дмитрий, он незаменим, его не скалькируешь. И понятно, что у сайта, возможно, поменялся какой-то вектор. Но мы с ним давно все работаем. Мы примерно плюс-минус придерживаемся одной идеологии, одной концепции. Мы всегда открыты на обсуждение вопроса со всех сторон. Главным достижением года для дорожного радио стала устойчивая и качественная работа в стабильном режиме. Радиостанция улучшила качество вещания в Ульяновске и восьми муниципальных образованиях региона. Мы отметили юбилей дорожного радио. Мало того, у нас в холдинг входит еще единственная национальная станция – «Татар-Радиосы». И в этом году ей исполняется уже в 23-м, то есть 22-й такая прелюдия, исполняется 10 лет. Минувший год стал сложным, но продуктивным и удачным для наших коллег из Димитровграда. Роскомнадзор одобрил заявку телеканала «Димград-24» на вещание на «Единой кнопке-22». А еще в 2022 году телеканал «Димград-24» запустил совместный проект с Димитровградским драматическим театром. И теперь у нас в эфире есть первое в истории Димитровградского ТВ детское молодежное толк-шоу «Хочу узнать». Профессия журналиста входит в число самых опасных и ответственных, но интерес к ней продолжает расти. Сегодня самым юным корреспондентам детской программы «200» по 8 лет. Они смелые, любопытные и очень талантливые. Не боятся искать новости высоко в горах и даже под водой. В 2022 году я опускался под воду с аквалангом на новогоднюю елку. Нам надо было нарядить елку под водой. Там был еще подводный Дед Мороз. И мы еще летом ездили на «Включайся», на фестиваль «Включайся» в Москву. У журналистики Ульяновской области есть большое будущее. Все только начинается. Продолжение следует...